Солнечный день, оранжевый блюз, я не успеваю, но и не тороплюсь. Всему виной жареное солнце больших городов. В Ульяновском регионе установилась аномально жаркая погода. Как долго она сохранится в городе и области, я традиционно выясняю в гидрометцентре. В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сводка текущего прогноза погоды формируется бесперебойно каждые три часа. Сейчас отмечается тенденция к постепенному повышению температуры воздуха. О действительно жарком лете 2021 года метеорологи предупреждали еще в конце мая. Аномалией для нашего края является температура воздуха уже выше плюс 30 градусов в тени. Сейчас у нас, конечно, наблюдается аномалия на территории нашей области. Потому что с толких термометров в дневные часы зашкаливают за 30-35 градусов. И уже такой процесс длится у нас в течение недели. От жары мучаются не только люди. Сейчас в лесах Ульяновской области сохраняется высокая пожарная опасность. Также есть опасения и для агропромышленного комплекса региона. В данный момент у нас в Заворских районах, это Чердаклинский район и Меликеский район, отмечается почвенной засухой. То есть недостаток влаги в верхних слоях почвы, из-за отсутствия осадков длительного периода, я уже говорила, высоких температур. И у нас в середине месяца наблюдался повышенный ветровой режим, что и сушило очень почву сильно. И это угнетает развитие растений, сельхознательных культур. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что от службы метеорологов зависят многие важные аспекты нашей жизни. А вот как горожане переживают зной и негу? Для меня это не аномальная жара. Для меня это только начало. Я разогреваться начинаю в такой жаровой метеорологии. Не выхожу из дома, честно. Стараюсь до вечера не выходить или купаться. Все, это максимум. А еще какие-то советы есть для граждан? Устанавливать кондиционеры. Это иначе никак, иначе не выживешь. И все. Ну вообще считается, что жара такая изнуряющая? Да, да. Я не могу жить с такой жарой, это очень тяжело. Прям голова болит, давление поднимается у моих знакомых. Тяжело. Переношу у меня в квартире прохладно. А на улицу когда выходите? А на улицу выхожу. Не ощущаете очень изнуряющей жары? Очень ощущаю. А способов защиты у меня нет. Ну, рады, что такая жара, или может быть хочется уже прохлады? Прохладу хочется. Потрясающе. Мы очень любим, когда оно солнечно на улице. Погода просто чудесная, очень хорошо. Жаль, что были дожди, но сейчас все нормализовалось, и погода просто чудесная. Спасибо. Ну, во-первых, я стараюсь одевать светлую одежду. Пью воду без газа, не пью соки. Еще я занимаюсь спортом и хожу в спортивный зал. Там довольно-таки прохладно. Не отстаю от этой здоровой привычки, которая у меня есть. За защиту от глаз использую солнцезащитные очки. Сидеть побольше дома под кондиционером, пить много воды, носить светлую одежду на улице – это глаз народа. А вот какие ценные советы дают медики, я уже выясняю в Центре общественного здоровья. Постараться как можно меньше находиться на открытом солнышке. Потому что вот неоднократно уже метеорологи предупреждали, что солнечная активность сейчас очень агрессивная. Обязательно соблюдать питьевой режим. И здесь очень важно, чтобы родители соблюдали питьевой режим для ребенка. Не нужно постоянно там молоко, соки, вообще подслащенные жидкости категорически исключаются. Жаркие дни невольно провоцируют к длительному загоранию на городских пляжах. Медики категорически против этого. Летний зной – прекрасная пора для тех, кто любит погреться на солнце. Однако стоит следить за прогнозом погоды, чтобы не навредить здоровью. Как вы уже поняли, по информации Ульяновского гидромедцентра, в городе и в регионе жара не отступает. В ближайшие дни сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый – 2-7 метра в секунду. Ночная температура составит плюс 15, плюс 20 градусов. Днем температура воздуха будет прогреваться до плюс 37. Антон Никонов и Даниил Сурков. Уллправда.ТВ.